Интервью с одним из победителей Игр Пятилетия, кавалером Ордена Савы Ильясом Наима Ильисли. Ильяс, поздравляю вас. Спасибо большое. Скажите, что изменилось в игре вашей команды по сравнению с первой игрой? Мы провели тренировку до игры. И на тренировке мы играли, я считаю, просто блестяще. Вот мое ощущение. За многие годы игры действительно была одна из самых удивительно сыгранных команд. Очень хорошая атмосфера была в психологическом отношении. И команда играла очень быстро, четко. Поэтому я считаю, что вот эти тренировки, они помогли сыграться. И мы пришли очень мотивированные, мы очень хотели выиграть. И мы выложились на 100%. Ильяс, я вижу у вас в руках приложение к Ордену Савы. Статут, покажите или зачитайте, что там написано. Так, написано, что статут Ордена Савы учрежден продюсерским центром Game TV As в 2011 году. Орден Савы вручается лучшим знатокам Азербайджанского телевизионного клуба «Что, где, когда». Орден Савы обязательно носится знатоком во время игр Азербайджанского телевизионного клуба «Что, где, когда». Орден Савы носится на левой стороне груди, как у меня, либо на шейной цепи. Орден Савы изготовлен компанией Артур Субертран. Вручается победитель игр пятилетия. Скажите, ожидали ли вы, что ваша команда сумеет так ярко начать игру и одержать победу? Я ожидал, что мы выиграем. Я об этом сказал в предыдущем интервью. У меня была уверенность, что эта команда выиграет. Потому что это одна из самых сильных команд, которые мне довелось играть. Но я не ожидал, что мы так начнем 5-0. Это вообще очень было удивительно. А что произошло потом? Команда потом не ответила на четыре вопроса подряд. Ну, просто так сложилось. И вопросы были объективно сложными. Я считаю, чуть-чуть какой-то момент… Да, я считаю, что просто вот так сложилось. Команда не потеряла ни тигры. Просто, может быть, чуть-чуть расслабились при счете 5-0. После пяти успешных раундов команда сначала не ответила на вопрос про бутылки, на который версия все-таки звучала. И наиболее убедительным, ярким, наглядным примером стал вопрос про Колина Пауэлла, о блокноте, которым он пользовался. Тогда и версия была, то есть две версии конкурировали. Но, тем не менее, ваша команда не смогла дать правильный ответ на вопрос. Скажите, с чем это связано? Чуть-чуть, я считаю, да, может быть, чуть-чуть расслабились, и мы чуть-чуть потеряли концентрацию. Вот в вопросе с блокнотом, можно было догадаться, что эти цвета, они не складываются в какой-то был сиреневый или пурпурный. И чуть-чуть вот такое у нас было спокойствие во время обсуждения, что да, вот вопрос решили. Я считаю, что чуть-чуть нам надо было активнее вот этот вопрос обсуждать. В вопросе с веерами я, к сожалению, не принимал участие. В вопросе с подводной лодкой, я считаю, чуть-чуть доля вины моя, потому что у меня была правильная версия. Я понял логику вопроса, чуть-чуть не докрутили и команда, и я сам чуть-чуть не докрутил до конца. Вот, поэтому капитан как бы не успел выбрать эту версию. Ну, в целом, очень качественное обсуждение было, нормальное. Большое вам спасибо за интересное интервью и поздравляю вас с наступающими праздниками. Спасибо вам, Алексей, вас тоже поздравляю.